И уже не слышал, как умираем мы Закрываю глаза, я просто хочу тишины Твою же мать! 35 градусов! Вы можете себе это представить? 35 градусов? Если кто-то ожидает, что я в 35 градусов буду ходить в маечке и в трусиках, как детям в пионерском лагере, нет, я этого не делаю Даже израильским летом, когда сейчас у нас еще сухо Сейчас что-то 25% влажности и сухо А когда даже очень-очень жарко и влажно, все равно я предпочитаю одевать одежду И как пустынные люди, знаете, бедуины Вы никогда не видели бедуинов голых? Они всегда в одежде с длинным рукавом, чтобы прятаться от солнца И в общем, вот эта вот одежда, она создает внутри такой приятно прохладный микроклимат И не дает прямого доступа вот этой жаре И это реально работает Я сегодня одет вот так И иду на встречу с Эланой и с одним очень интересным человеком Поэтому нас с вами опять ждет очень интересное видео Но, как обычно, знаете, когда интересной жизнью живешь, интересное видео получается А когда живешь такой жизнью, и видео такие же А вот мои трусы, а вот мои еще там что-то, да, вот бабки на лавке Так что вперед, девочки и мальчики Нас ждет интереснейшая встреча Ну где какая интересная фигня у нас на улице Вы скажете, почему так много коробок в одном месте? А я вам отвечу Потому что это маленькие старые улицы И проезжают маленькие мусорные машины Которые собирают все коробки в конце рабочего дня В одну точку Это такая ближняя точка Здесь вот центральная улица И потом приезжает большой грузовик И из этой центральной точки все эти коробки загружают Потому что, чтобы не забивать маленькие улицы И не проезжать там по всем и не собирать Вот такой системой они работают Скидывают все в одну точку И потом уже дальше развозят На переработку возят Ну вот мы с вами вышли на улицу Кертель Еще 5 минут и мы на улице Ротшильд Не перестаю это повторять Но повторю еще раз Из какой точки города вы еще зайдете за 5 минут до Ротшильд Ну если не из самого бульвара Ротшильд А это улица Герцель Это старая торговая улица С маленькими оптовыми и неоптовыми магазинами Мебель тут и всякое такое Одна из самых первых улиц города Ну и такая улица между районами А когда-то это была центральная улица С особняками Да, от жары даже заплитык языкается Кошмар А вот здесь вот есть магазин игрушечный И у них вот эти вот дурацкие мыльные пузыри Это просто... Это кошмар Если у вас замшевая одежда Или сумка Или что-то Пиши пропало Я всегда обхожу огородами Вот так вот прям огородами Это то самое место На котором Зимой я стою и думаю О, вселенная Какой дубак, какой ветрище А летом, когда вот такая жара, как сейчас Ты стоишь и думаешь Почему мне не стоять здесь весь день? Почему мне не стоять здесь весь день? Почему мне надо куда-то идти? И почему такого приятного морского ветра нет по всему городу? Вот Что я могу сказать? Такова сэля Вика, говорится в нашей деревне И еще одна интересная вещь Мне вчера сказали на открытии вот этого магазина Smashbox Что я увидела такая серьезная А в жизни я совсем такая молоденькая девочка Все время смеюсь Очень открытая и общительная А на видео я вот как серьезная Вот даже не знаю, почему так Наверное, я боюсь испугать людей Если я стану еще более открытая Еще более веселая И дам своему чувству юмора Вообще полную свободу Тогда, наверное, вообще люди будут шарахаться Меня и так многие побаиваются Я вам скажу, правильно делают Правильно Меня надо бояться А то, знаете Не рубит час А вчера мы с вами шли вон там Там я искала улицу, на которую мне надо завернуть Мне надо было улицу Хашманаим Я реально не знаю, какая улица, где проходит Вот на этой стороне А улица у нас, знаете, как может быть еще в Израиле Что вот на этой стороне вот эта улица с одним названием А вот на той стороне, вот там, может быть улица с другим названием Поэтому, если вы посмотрите на вывеску тут Это вам не гарантирует, что тут ходит та же самая улица Ничего нельзя знать Так что вот здесь я туда, в сторону центра ходила чаще И там как-то, да, здесь все я знаю А вот в эту сторону, как я вам вчера говорила Я меньше знаю ее, потому что просто во времена моей молодости Там ничего не было Я тусовалась вот в этой вот всей центральной части Визингов центр у нас вон там Поэтому вот это вот все Это моя естественная зона обитания Хорошая, уже можно начинать говорить Всем привет, вот мы все трое собрались Смотрите, какой потрясающий человек с нами Представьтесь, молодой человек Меня зовут Кира, я из Алматы, из Казахстана Наконец-то сегодня сбылась моя мечта прекрасная В любимом, потрясающем, красивом Тель-Авиве Я встретился с двумя моими дивами, роскошными Я хочу подтвердить тот факт, что они действительно очень красивые Талантливые, успешные И действительно обожаемые всеми И я поздравляю и Ксению, и Илану с таким успехом И я желаю процветания каналу Ксении Спасибо Благодарю тебя от всех подписчиков, от твоих, от всех твоих зрителей За твой труд, за твой талант, за твои прекрасные видеозарисовки О нашем любимом городе И ты со мной, как я понимаю, уже очень-очень давно Очень-очень давно, 5 лет Мы уже дружим И наконец-то Виртуально, да Да, и наконец-то сегодня сбылась мечта вот этого встречи А теперь ты расскажи, как ты его дошла Я знаю, что хочется, когда мы сейчас вспоминали, как познакомились и все То, что ты сказал, Кира, что ты именно обнаружил Ксюшин канал Для того, чтобы узнать побольше об Израиле, от Иль-Авиве И вот благодаря Ксюше, да, вот так вот узнают люди, да, о нашей прекрасной стране Насколько она гостеприимна И насколько мы любим и хотим общаться с другими людьми из других стран А потом уже дальше там все уже у нас, да, как бы все перемешалось в плане бьюти жизни и всего прекрасного И мы как бы, мы двое познакомились с ним отдельно То есть я отдельно и она отдельно И потом она мне начала рассказать, ой, я познакомилась с таким парнем У него такие потрясающие глаза, это меня просто зацепило Я говорю, знаешь, мне кажется, я знаю, о ком ты говоришь Я что, прям я эти же глаза тут же у себя выцарапала в памяти Думаю, да, 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 и так и оказалось, конечно Потом ты мне не сказала, что ты ему сказала обо мне Он говорит, да, конечно, я ее знаю И вот так вот, мир совершенно тесен Ну, в общем, вы понимаете, да, как мне повезло иметь таких уникальных друзей Я очень благодарен за эту потрясающую любовь к городу Девчонки действительно очень гостеприимные И столько радости, столько добра и столько тепла они дарят нам И спасибо, что вы есть за эту макияжную встречу Между прочим, Кира сейчас спешит назад вернуться в гостиницу Да, тебя ждет завтра Что тебя завтра ждет? Расскажи, что ты тут у нас сейчас делаешь Что нас ждет? Нас ждет чемпионат по перманентному макияжу В общем, участвуем во всем этом и прочее, прочее В общем, интересно Да, и это будет проходить на набережной, да? Практически на набережной Да, да, с красивым видом на Средиземном море Крутой гостиницы Можем не называть гостиницу, да? Как хочешь Да, ну что, я думаю, мы на этом наш лайф закончим Я еще раз благодарю Нет, нет, мы не закончим, мы не закончим Я хочу показать Мы теперь Ксюше будем близняшки Посмотрите, что Кира нам привез Это серебряные стерьги Он привез такие и такие, говорит, выбирайте Мы выбрали Вот такие и такие, и мы выбрали Мы решили, что мы их разделим И теперь мы будем Ксюшей с сестрой-близняшки И будем Кирочку вспоминать Спасибо большое, мне очень приятно Ну, а я тоже ухожу с кучей подарков Девчонки тут меня задарили, закормили шоколадом Нет, ты нас закормил А ты нас закормил? Самое главное, это та любовь, которая в них есть Любовь к своему городу Любовь к своей профессии К тому, чему они занимаются, это дорогого стоит Вот, поэтому... Любовь к жизни, Кира, это то, что нас объединяет И в итоге в реале мы просто встречаемся Так что все наши виртуальные инстадрузья И мы вам всем желаем, чтобы ваши мечты сбывались в таких красивых городах Чтобы вы так же любили жизнь, как мы это делаем И ценим каждую секунду И я очень благодарен, что сегодня состоялась эта встреча, наконец-то Спасибо Двумя красивыми моими друзьями Вот, так что, как говорится, не бывает встреч без расставаний И за каждым расставанием всегда будет новая встреча А это значит, что однажды еще раз мы встретимся Обязательно В любимом городе в Тель-Авиле Спасибо большое, пока! Пока-пока-пока И вот я вам хочу показать, смотрите, какие классные подарки К нам приехали из Казахстана Вот эти серьги Вот так они выглядят Это была пара вот таких вот кругленьких Так она перевернула, за это назад И пара вот таких И мы с Ланой решили, вместо того, чтобы выбирать кому что Просто поделить Потому что, видите, это такая на цепочке И решили, что будет прикольно носить одну такую, одну такую И иметь одинаковые пары Потому что, если бы мы выбрали каждое что-то одно Ну, у нас бы было все разное Так у нас вот Так получилось Значит, здесь шоколадка С флагом Казахстана И здесь вот такая вот прелесть Это для дочки Так, это коробочка, в которой серьги жили Оказалось, я сейчас в Инстаграме делала трансляцию Оказалось, что у меня столько есть подписчиков из Казахстана Я даже не знала Так что, всем привет У меня вот такая юрта с конфетами Мне даже кто-то написал, что Они привозили такую же юрту друзьям в Тель-Авив Так что, вот, и ко мне прилетела такая же юрта И вот такая вот коробочка с конфетами Смотрите, мы расковыряли здесь эту Открыли юрту Там куча всякого интересного Представляете, вот такой комплект получила я И Илана тоже, это человек Не пожалел, как она сказала, место в чемодане Выкинул свою одежду и вложил в наши юрты И тут всякие-всякие конфеты Сейчас будем пробовать Так что, огромное спасибо ему от всего сердца за внимание И сейчас мы будем есть конфеты А вам пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok